Здравствуйте. Я, конечно, прочитал еще той репликации Андрея Алексеевича «Любезная предоставленная рукопись». Мы с ним потом много спорили, разговаривали об этом. В детстве он очень, не оставляя равнодушным, он столыхнул меня. Я хочу сказать, что, прежде всего, это очень хорошая литература. Сам Андрей Алексеевич как автор – это такое значительное явление в современной русской литературе. И каждая его новая книга – это такой факт литературной жизни, факт литературной реальности очень значительный. Книга – очень хорошая литература, и в ней очень много слоев. Вот что отличает хорошую художественную книгу – это то, что, в принципе, она ориентирована на читателя. То есть ее читать интересно. Не только коллегу писать, не только литературному критику или культурологу, который ищет какие-то пласты реальности, которые там, конечно, есть. Но просто читателю. Она интересна. И, в принципе, если не любой, наверное, все-таки не любой, но почти что каждый читатель сможет там найти для себя много интересного и важного. И каждый, наверное, останется в каком-то из тех пластов, которые предусмотрены автором. И ему будет комфортно в каком-то из этих слоев находиться. И я думаю, что все слои, наверное, никто не сможет пронзить. Наверное, даже и автор этого и не предполагал. Может быть, даже автор сам и не сознает всех смыслов, которые заключили его книги. И это всегда отличает хорошую литературу. Но я считаю, что это главное – это хорошая литература. Ее очень интересно читать. И я думаю, что такая литература сейчас очень нужна. Что касается философских идей, различных вообще идей, которые выставлены в книге, да, они есть, но они все поданы не каким-то таким скучным академическим образом, хотя Андрей Алексеевич большой ученый, но они все, опять же, даны в книге. Как и сказали, такой термин «зрительское кино», да, то есть кино, которое удобно смотреть зрителю, да. Есть авторское кино, кино, которое вот автор снимает, чтобы ему было прикольно, и то у них тоже кинематографистов, да. Так вот книги Андрея Алексеевича Артурова – это, вот как ни удивительно, это по смыслу, по замыслу и по глубине это авторское кино, но по исполнению это совершенно зрительское кино. Они легкие, удобные, приятные, комфортные в прочтении, их хочется читать, хочется переворачивать страницы. Я вот этот текст прочел, ну, сразу просто не отвлекаюсь, потому что было интересно, было здорово. Некоторые еще моменты смыслов, да, этот текст, он очень связан, он вписан в пространство и время. Пространство – это пространство двух городов, Лондон, конечно, и Петербург. Они вот с одной стороны показаны, как какой-то один перетекающий друг в друга город, и ведь путешественник по Европе, он часто не может отделаться от такого ощущения, когда переезжаешь из Петербурга в Париж, Лондон. Что-то рифмуется постоянно, что-то рифмуется в линиях набережных, в улицах, в домах, что-то постоянно рифмуется. И такое впечатление, что мы вот в этом огромном городе, после Европы находимся, где бы мы ни были, да, и когда вот у нас в Петербурге солнышко поднимается и пригреваем, чуть-чуть выходишь, потому что Париж. Потом солнышко скрывается, и думаешь, нет, Лондон. Мы все находимся в какой-то одной, в каком-то одном стихотворении мы все находимся. Но, с другой стороны, они противопоставлены. Они противопоставлены, и Петербург взят еще в таком удивительном для него очень характерном времени. Но это время, оно не историческое, скорее, такое циклическое, мифологическое время. Он взят там, во время вот этой петербуржской зимы, вот это такое вечеропереходное время, когда зима наша, она не сибирская какая-то, вот эта русская зима с медведями, раскрасневшимися на морозе, красными девицами, молодцами, играющими на балалайке. Ничего вот этого здесь нет, да. А есть маршрутки, вот этот образ маршрутки, и снег, хлюпающий под ногами, и это хлюпание вызывает вполне, так сказать, конкретные, хотя не очень цензурные ассоциации. И вот с этим образом хлюпающего снега в Петербурге связана еще одна тема романа, о которой Андрей Алексеевич осторожно не упоминает, наверное, не хочет разнить великам. Это тема феминизма, которая присутствует в книге. В общем, нельзя не сказать, что автор, или даже сам герой имеют какую-то по этому поводу позицию. Она скорее выводится как такой элемент абсурда, да, такой элемент гротеска и абсурда. И она совершенно по-разному, эта тема звучит. С храницей, где герой говорит своей партнерше, что, сказать, в плане секса ты должна использовать пассивные конструкции. Ты же женщина, потому что она использует активные конструкции, рассказывает свои сексуальные отношения. Да, вот мы используем пассивные конструкции, это звучит очень смешно, я говорю это в контексте. А потом мы переносимся в Россию и видим вот другой такой совершенно феминизм. Мы видим вот этих женщин, которые коня на скопу останавливали, входили в горячие избы, мешают столовой огромным половникам борщи. И вот мы как-то не понимаем, как это может быть применимо, концепция такого феминизма европейского и западного, как она может быть применима в России, где женщина и так была солица и хозяйкой этого мира и общества всегда. И непонятно, что же теперь должно произойти и о каком, я не знаю, патриархате в России может быть, может идти речь, когда в России никогда на самом деле этого не было. Мы видим образ России как женщины, мы видим образ Петербурга как женщины, мы видим образ вот такого женского времени, в которое попадает мужчина. И мужчина в этой женской реальности, в этом женском времени, он очень слабый, он очень такой, ну так, зашуханный такой немножко, да? И он, ну вот, он даже немножко смешной. И вот это ли тот самый, там, как это называется, враждебный самец, который вот попрал права женщин и теперь вот с ногой на горле у них стоит и диктует свои правильные реальности? Вот видишь, нет, это такой вот ребенок, невыросший ребенок, который только и делает, что несет себя от одной женщины к другой и полностью полагается на их волю и на их милость. И хотя это тоже не делает как-то его особенно счастливым, иногда он тоже как-то будет, но в конце концов он быстро продавляется. И вот это, мне кажется, тоже одна из нас. Я вот Андрею Алексеевичу, мы тогда обсуждали его еще как-то, ну на этот момент он мне показался более таким нервическим, самым нервическим в книге. Это было такое преступование, удивительное. Но вот Андрею Алексеевичу не очень любящего, это как в автору, но есть такое, да, право, чтобы не, видимо, чтобы, да, чтобы не грязнить великанов. Потому что люди очень действительно такие тонкие и крупные существа, и да, с ними надо очень бережно. И еще мне очень последнее, что скажу, очень нравится в прозе Андрея Алексеевича, что, вот знаете, как во всей хорошей, особенно в хорошей русской литературе, в традиции хорошей русской литературе нет героев, нет злодеев, а всех жалко, просто всех жалко.